всем здравствуйте сегодня говорим о коксартрозе как обычно кто первый раз попал на меня значит это канал хапаева олега универсал и здесь мы разговариваем о суставных заболеваниях и методах их излечения путем моего личного опыта и я склоняюсь каким-то другим версиям которые мне по душе и приятны сейчас я хочу поговорить о мышцах стабилизаторов которые люди далекие от спорта но обладающие болезнью коксартроза не очень понимают потому что они не понимают даже простые вещи ну что такое двигательные мышцы и как это работает у нас в нашем теле вот сейчас я на примере показывать буду вот у меня значит здоровая правая нога и если мы понимаем что движение ноги осуществляется подъем за счет то толчок если я хочу оттолкнуть ногу за счет мощного квадрицепса передней мышцы то подтягивания ноги к себе осуществляется бицепсом ноги значит если я хочу оттолкнуть то напрягается у меня квадрицепс то есть движение толкающие все что я от себя толкаю это работает двигательные мышцы которая называется квадрицепс то есть это квадро это четыре мышцы которые здесь включены в работу если я хочу подтянуть ногу к себе то у меня работает бицепс ноги это мышца агонист это мышца которая у нас идет для толчка и вот эта мышца у нас антагонист то есть она противоположная мышца данной мышцы но мы будет это смотря какую задачу мы выполняем то есть если мы отталкиваем от себя что-то то бицепс ноги у нас будет работать в уступающем режиме если мы подтягиваем то к себе как какое-то усилие делаем тянем какой-то вес резинку то конечно у нас бицепс ноги будет исполнять роль агониста основного а квадрицепс будет работать у нас в уступающем режиме для людей далеких от спорта это все очень как-то туманно запутано и не они не очень понимают для чего это нужно но это вам нужно поверьте пока вы не начнете визуализировать картинку работу своих ног у вас будет вот эта проблема недосказанности какой-то непонимание значит если мы берем больную ногу вот у меня левая нога больная то у меня она не может находиться в состоянии прямому то есть если я эту ногу поставил мне не доставляет труда держать и вращать ее вот наружу и вовнутрь то есть это мне все дается легко если я беру ногу больную то мне очень трудно вовнутрь ее отвести и достаточно неприятно начинается в ягодичной части какие-то ощущения наружу вот это сейчас в данный момент когда мы разобрались что такое двигательные мышцы которые выполняют работу по прямой линии туда-сюда вот то что я сейчас показываю в данном случае приводящая внутренняя мышца и отводящие мышца широчайшая фасция бедра которая сбоку находится и включен и ягодичная мышца они здесь работают как мышцы стабилизаторы мышцы стабилизаторы не дают нашей ноге во время ходьбы уходить в сторону то есть мы ходим прямолинейно только благодаря того что вот эти мышцы у нас полноценно работают то есть они не дают нам ночь ноге поломаться влево вправо да то что обратите внимание когда пьяный человек начинает идти его шатает во все стороны ноги подворачиваются это говорит о том что мышцы стабилизаторы работают плохо и человек начинает идти достаточно криво и вот что получается если мы работаем целенаправленно на двигательные мышцы развиваем их обязательно надо работать но если мы не прорабатываем мышцы стабилизаторы боковые то мы теряем впустую много времени потому что вот еще раз говорю вот моя нога больная мне очень трудно привести ногу вовнутрь потому что приводящая мышца у многих коксоартрозников она достаточно болезненная она спазмирована она напряжена а напряженная мышца мышца работает как кол как костыль как ну жесткое препятствие которое не позволяет ноге вернуть вот сюда вовнутрь да как это делается здоровая нога то есть при работе назад когда мы хотим отвести ногу это же приводящие мышцы из-за того что она короткая спазмированная она не пускает ногу опуститься вниз получается что вот эта мышца у нас является причиной многих ограничений в движении то есть мы не можем сделать хорошую растяжку мы не можем закинуть ногу на ногу то есть как это можно сделать здесь здесь это происходит с большим трудом вот поэтому мышцы стабилизаторы в данном случае являются ну так будем сказать а потом еще кстати говоря почему они так себя ведут я уже говорил показывал на примере что потому что передние мышцы ноги вот квадрицепс он достаточно берет на себя много функций он из-за того что у нас тазобедерный сустав работать не как ну я точнее сказал из-за того что у нас ягодичный тазобедерный таз наш с больной ноги изменен то есть он перекошен он немножечко повернут из-за этого у наши мышцы работают некорректно и передняя нога передняя мышца она достаточно загружена и не справляется с функцией двигательной то есть вы заметили что вы больную ногу немножечко как бы по инерции выбрасываете вперед то есть тазом подбрасывать ее не силой мышца найдет а уже она такая в свободном движении и конечно мышцы вот эти синергисты которые являются стабилизаторами во время ходьбы они начинают брать на себя функцию передней ноги передней мышцы чего не должно быть и естественно мышца приводящая начинает чувствовать на себе большую ответственность большую нагрузку нежели чем она должна чувствовать в обычной жизни то есть при при здоровой ноге вот это достаточно легко если она растянута вот она спокойно везде может вращаться и никаких болевых ощущений нету потому что здесь мышца более здоровая задняя мышца более здоровая и поэтому мышцы стабилизаторы которые являются синергистами второстепенными помогающими держать ногу в ровном положении вот кстати вот когда мы так делаем да это за счет вот приводящих и отводящих мышц мышц ягодицы и широчайшие фасции бедра вот здесь нормально вот здесь не нормально поэтому понимаете формально выполнение формальное выполнение упражнений это хорошо но на начальном этапе для того чтобы развивать свою мускулатуру до для того чтобы было крово по крово наполнениях потому что через кровь идут минералы мышца сокращается толкает между коневую жидкость в коленный сустав но если вы не не будете понимать задачи вашей мускулатуры то естественно прогресса у вас не будет вот а дальше уже будем разбираться потому что у меня нету ответов на все вопросы это ответы которые не могут дать здоровые врачи или здоровые физиолог физиологи это не могут дать ответы даже но инструктора по лечебной физкультуре люди которые не болеющие они не в состоянии понять как нужно грузить одни мышцы и расслаблять другие чисто в теории все знают но в на практике так не получается поэтому я и создаю эти ролики поэтапного в течение года я пытаюсь сам разобраться и делюсь с вами своими своим опытом своими знаниями которые я получил но я отвечаю на тот вопрос который часто мне задают дайте мне там два-три упражнения которые поставят мою ходьбу ровно я перестану хромать ребят если я их узнаю я обязательно вам скажу потому что я для этого и веду передачу но поскольку я сам хромаю и поскольку я сам не излечился пока у меня ответа на это нет поэтому хотите дальше смотрите хотите не смотрите это ваш выбор вот я иду маленькими шагами вперед где-то может быть ошибаюсь где-то отступаю назад но в общем-то задача конечно самому научиться ходить потому что я тренер потому что я спортсмен и я хочу жить полноценной жизнью ровно также как и вы этого хотите поэтому вместе работаем над этой проблемой спасибо большое за то что вы смотрите меня помогаете финансово развивать канал и свои и ваши комментарии мне греют сердце и греют душу всем пока с вами был олег хапаев